Итак, друзья мои, как мы и обещали, мы хотели бы специально помолиться за спасение гомосексуалистов. Мы так много сегодня говорили об этом, и так много, правда, есть сложностей, и как сложно порой этим людям найти себя в церкви, найти, не знаю, свой подход к церкви, найти свой диалог вообще со служителями, с пасторами. Но мы знаем, что любой грех – это грех. Гомосексуализм – это такой же грех, как и любой другой. И поэтому мы хотели бы молиться за вас или за ваших близких, за тех людей, которых вы знаете, да и просто за людей гомосексуальной ориентации, которые ищут Бога, хотят быть верными Богу, хотят быть чистыми перед Богом, хотят жить в непорочности и в святости. Мы будем молиться за их спасение сейчас. Виктория, начните, да, и мы будем молиться вместе. Дорогой Отец, я благодарю Тебя за Твое величие, которое открывается сейчас, Господи, в этих жизнях. Я передаю благодать из Духа в Дух во имя Иисуса Христа на освобождение, на исцеление, на восстановление тождественности, которая Тобой изначально приготовлена. Я благословляю всех своих братиков и сестричек вернуться домой во имя Твое, Господь. Боже, я молю Тебя, откроем истинный смысл этих гомосексуальных желаний, Отец. Боже, я прошу Тебя о том, чтобы Ты заключил их в свои объятия. Сильно-сильно в это время, чтобы эта восстанавливающая сила Твоей любви, она проникла внутрь, глубоко внутрь, Господи, чтобы каждый из них мог пережить, как сильно Ты влечёшь их к себе, как сильно Ты желаешь восстановить их жизни, как сильно Ты желаешь поставить их на твёрдом основании. Благословляем, благословляем, благословляем. Аминь. И мы сейчас погружаем каждого в эту безусловную любовь Отца. Мы молимся, Господи, чтобы каждый, тот, который смотрит нас или который приносит эту молитвенную нужду, Господи, по этой теме, мы молимся, Отец, чтобы каждая душа была погружена в Твой океан Божьей любви. И именем Господа мы низвергаем ту ложь, которая была проникла в их суть в самом детстве или в подростковом возрасте, о том, что их не любят, о том, что они отвержены. Я низвергаю эту ложь кровью Агнца, и я высвобождаю Твою истину в их жизнь, что так возлюбил Господь каждого из них, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто из них не погиб, но имел жизнь вечную. Я молюсь, Господи, чтобы Твой голос слышался все громче и громче в их жизни, чтобы голос вел их к Тебе, Отец. Я молюсь, чтобы Твои любящие объятия Отца, которые ожидают блудного Сына, они все больше и больше приближались, снились, чтобы Ты говорил им во сне, наяву, чтобы приходили люди, которые начали бы свидетельствовать, говорить об этой Божьей любви. И я молюсь, как в той притче, чтобы эти объятия, любящие объятия Отца, они исцелили их, раненное, расстрелянное дьяволом сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за каждую спасенную душу, за ту душу, которая отвернулась когда-то от Тебя. Но мы провозглашаем, что сегодня Твое время, душа, да будешь Ты спасена через Божье объятие, через великую благую весть о том, что наш Бог добрый, и Он ждет своих сыновей. Благодарим Тебя, дорогой Господь. Спасибо Тебе. И мы также соглашаемся в этой молитве и молимся за всех тех людей, которые смотрят этот эфир сейчас, которые являются верующими в церкви. Мы молимся о том, чтобы у кого-то сейчас в сердце возникло желание служить таким людям, чтобы появилась просто эта Божья искра о том, как это делать. Мы просто молимся о том, чтобы мудрость Божья сходила на вас, чтобы премудрость Божья, мудрость от Духа Святого в каждом слове, в каждой вашей мысли, в ваших молитвах об этих людях, чтобы была Божья мудрость. Мы молимся за то, чтобы эти служения, они рождались по всему лицу земли. Много, 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 много и много. Мы молимся о том, чтобы Царство Божье распространялось, чтобы не было никаких преград, чтобы не было никаких преткновений, чтобы никакие предрассудки, никакие фобии, чтобы ничто не останавливало во имя Иисуса Христа. Мы молимся за то, чтобы рождались новые служения для таких людей, чтобы рождались пасторы, рождались церкви, которые будут просто широко открыты для этих людей, которые не просто будут, не будут разделять их убеждения, но которые будут принимать их с Божьей любовью, во имя Иисуса Христа. Мы молимся за вас, чтобы вы получили откровение от Бога, если это ваше служение, если это ваше призвание и предназначение, чтобы вы увидели это, услышали это, чтобы вы увидели от Бога знак для этого, и чтобы Божья сила обильно и сильно просто изливалась через вас, чтобы вы могли служить таким людям. И я молюсь за спасение этих людей, за спасение гомосексуалистов, так же, как и за любого другого грешника. Мы молимся о том, чтобы святость Божья, чтобы свет спасения загорелся и в вашей жизни во имя Иисуса Христа, чтобы однажды вы открыли дверь своего сердца, перед которой стоит Христос, и стучится в эти двери. Он не вламывается туда, он не вламывается в жизни нашей, в наше сердце, выбивая дверь ногой со своей святостью, праведностью, со своими правилами. Он нежно, с любовью просто стучит в дверь, и он ждет, когда вы сами откроете эту дверь, когда вы сами скажете ему да. И он тогда войдет, если вы пригласите его, и он вместе с вами будет ужинать. Так Писание говорит, и он вместе с вами будет принимать вас, будет слушать вас, вместе вы будете пить чай, вместе будете разговаривать. И мы молимся о том, чтобы глаза вашего сердца, чтобы они были открыты, чтобы чувствительность к Духу Святому, чтобы она была в вас, в вашем сердце, и чтобы спасение загорелось в вашей жизни, чтобы это стало реальностью во имя Иисуса Христа. И мы воздаем Богу всю честь, славу и хвалу. Аминь. Аминь.